В конце июня 2020 года артист и продюсер Барри Алибасов был госпитализирован в психиатрическую клинику. Сообщали СМИ, эту информацию подтвердил его сын Барри Алибасов-младший в эфире телеканала Россия 1 в среду, 7 июля. В программе прямой эфир Алибасов-младший рассказал, что случилось и какой диагноз поставили его отцу. В начале июня 2020 года пиар-директор Барри Алибасова Вадим Горжанкин заявил о пропаже своего подопечного. По его словам, 4 июня сын артиста Барри Алибасов-младший увез отца на такси, куда Горжанкину не было известно. К концу июня стало известно, что продюсер группы Нана был госпитализирован. Как рассказал Алибасов-младший, сначала отца определили в наркологическую клинику в Сокольниках. Там организм артиста полностью почистили, объяснил он телеканалу РЕН-ТВ, однако на почве алкогольного отравления у музыканта произошли изменения в коре головного мозга, излечить их в наркологической клинике не смогли. Поэтому Алибасова перевели в психиатрическую клиническую больницу номер 1 имени Алексеева. Сын артиста уверен, что отца намеренно спаивали и пытались убить, чтобы завладеть его многомиллионным состоянием и квартирой в центре Москвы. Во время телеэфира Алибасов-младший назвал именно тех, кого считает виновными в нынешнем состоянии отца. Это Андрей Назаров, Ольга Шукшина и Валерий Юрин, которые подло вошли в доверие и хотели убить отца ради квартиры стоимостью в 125 миллионах рублей, половина которой завещана Лидией Николаевне Федосеевой Шукшиной. «И у меня есть доказательства», — заявил сын музыканта. Андрей Назаров на протяжении 15 лет работал в качестве помощника Барри Алибасова, однако был уволен с должности. Валерий Юрин является экс-солистом группы «Интеграл» и группы «Нана», он также был уволен из-за пьянства. А Ольга Шукшина приходится дочерью актрисе Лидии Федосеевой Шукшиной, которая с ноября 2018 года официально является супругой Барри Алибасова. Как рассказал Алибасов-младший, он подал официальное заявление в полицию на этих троих граждан. По его мнению, виновных сразу по двум статьям — покушение на убийство и кража. В действиях подозреваемых прослеживается сговор, интерес и мотив, — заявил адвокат Барри Алибасова-младшего Олег Сухов. А их целью было имущество артиста, в том числе апартаменты площадью 180 квадратных метров на Новом Арбате. Более того, у стороны обвинения имеются видеозаписи и другие доказательства, подтверждающие злой умысел. Так, у стилиста Барри Алибасова Виктора Концеедайла есть видеозапись, на которой Андрей Назаров уговаривает выпившего музыканта переписать на него квартиру или хотя бы все телевизоры. Кроме того, Барри Алибасов-младший утверждает, что Назаров и Юрин опоили и обокрали его самого и это зафиксировали скрытые камеры, установленные в квартире. Официальный диагноз Алибасова — корсаковский психоз, который возникает на фоне чрезмерного употребления алкоголя. Об этом Барри Алибасов-младший заявил телеканалу РЕН-ТВ. Также сын продюсера отметил, что доктора не могут гарантировать полное восстановление отца. Вероятность того, что у него сознание придет в норму — 2%, рассказал он. В больнице артист будет лечиться до 1 августа, сообщил Барри Алибасов-младший, после чего запланирован двухлетний курс реабилитации в Калининграде. Оплачивать лечение Алибасова семья намерена средствами, вырученными от сдачи его квартиры в аренду. Что такое корсаковский психоз? Корсаковский психоз впервые был описан в 1887 году русским психиатром Сергеем Корсаковым в диссертации об алкогольном параличе. Официальное название корсаковский психоз получил в 1897 году. Это заболевание связано с нарушениями памяти, множественными повреждениями нервной системы, возможно возникновение частичной амнезии, параличей, мышечной атрофии. Также при корсаковском психозе отмечается снижение интеллекта. Причиной заболевания могут быть разные факторы, вызывающие органическое повреждение мозга, в том числе хроническая алкогольная интоксикация, хронический дефицит витамина В1, инфекция, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга, нарушение мозгового кровообращения. Согласно Большой медицинской энциклопедии, наиболее ярким проявлением синдрома являются расстройства памяти на текущее событие. То есть страдающие этим заболеванием практически мгновенно забывают, что только что говорили, кто к ним подходил несколько минут назад, не могут сказать, чем занимались, что недавно ели. Больные могут задавать одни и те же вопросы и несколько раз здороваться с одним и тем же человеком. Наиболее резкие нарушения наблюдаются в словесной памяти, меньше страдает образная память, а еще меньше – эмоциональная. Например, больной может не помнить содержание плохого события, но приходить в плохое настроение в обстановке, где оно случилось, или при виде человека, имевшего к этому отношение. Несмотря на нарушение памяти, больной может помнить отдаленные события своей жизни, некоторые из них – весьма отчетливо. Однако то, что происходило непосредственно перед заболеванием, как правило, полностью выпадает из памяти. Это называется ретроградной амнезией. Также среди проявлений Корсаковского синдрома отмечаются проблемы с ориентировкой во времени и пространстве. Ложные воспоминания и ложное узнавание, когда больные видят в незнакомцах людей, с которыми встречались ранее. Лечение Корсаковского психоза зависит от сопутствующих заболеваний и, как правило, носят симптоматический характер. Больному могут назначить препараты, стимулирующие обменные процессы в головном мозге. Если синдром возник из-за дефицита витамина В1, могут применяться внутримышечные инъекции витамина и вместе с диетой с повышенным содержанием белков и пониженным углеводов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал в Дзене и Ютубе. И ставьте лайки, мне будет приятно.